Дерь Стандарт, Австрия, почему конфликт на Украине приближается к решению Андре Балин Дерь Стандарт, Австрия 4 октября 2019 года На Донбассе по-прежнему стреляют почти каждый день Несмотря на перемирие, о котором стороны договорились в Минске в 2015 году в качестве первого шага к установлению прочного мира По сравнению с прошлыми сутками наблюдательная миссия зарегистрировала меньше нарушений перемирия в регионе Донецка, а также в регионе Луганска Говорится в последнем отчете ОБСЕ, где упоминается и трое пожарных в Донецке, раненых осколками снаряда С момента начала военных действий весной 2014 года по данным этой организации погибли 13 тысяч человек и десятки тысяч были ранены Инфраструктура целого региона разрушена Миллионам людей прошлось покинуть родные места Одни отправились на восток в Россию, другие стали внутренними беженцами на Украине Они бежали от насилия, бедности и отсутствия перспектив И вот теперь появились хотя бы проблески надежды Во вторник в столице Белоруссии минские представители России, Украины и сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик достигли договоренности на основе так называемой формулы Штайнмайера Путь к этому был тернистым и до последнего времени изобиловал дипломатическими препонами Так, представитель Украины, бывший президент Леонид Кучма, не мог и не захотел ставить свою подпись под документом вместе с представителями сепаратистов, которых в Киеве считают марионетками Москвы С помощью небольшой уловки, письма спецпредставителю председателя ОБСЕ по Украине, австрийцу Мартину Сайдику, Мартин Сайдик, в котором Киев заявил о согласии с формулой Штайнмайера, проблему удалось обойти Поэтапное воплощение что же такое это формула Штайнмайера, в которой якобы содержится рецепт установления мира Речь идет о поэтапном плане, предложенном тогдашним министром иностранных дел и нынешним президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером, Франко-Алтерстейн Мейер, для реализации Минского соглашения В нем хотя бы в общих чертах описывается последовательность того, что, кто и когда должен делать Украина хотела, чтобы сначала были выведены иностранные, читай, российские, войска и чтобы ее войскам, или в качестве альтернативы голубым каскам, был передан контроль над российско-украинской границей Затем должны состояться местные выборы и лишь в конце региону будет предоставлен особый статус Москва настаивает на том, чтобы Киев сначала дал Донбассу особый статус, затем были бы проведены выборы при нынешних властях, а после всего этого Украина получила бы доступ к границе Встречи в верхах Реально Макрон заявил недавно в Страсбурге, что хочет организовать встречу в ближайшие недели Зеленский уже обещал интегрировать формулу Штайнмайера в новый закон В результате теперь нет никаких препятствий для проведения новой встречи в верхах После недавнего обмена пленными между Россией и Украиной саммит стал бы следующим большим шагом к сближению двух соседних стран и имел бы соответствующее символическое значение Но все эти шаги пока не гарантируют решение конфликта на Донбассе Вопрос о контроле над границей Москва и Киев все еще интерпретируют по-разному Вради некоторые депутаты против соглашения Они опасаются фиксирования статуса КВО и вызвали Зеленского в среду для доклада Тем временем сепаратисты по-прежнему заявляют, что хотят присоединения к России Комментарии читателей Ущеным Блаттеруальд давно пора, чтобы многолетней гражданской войне в центре Европе был положен конец Если бы Зеленскому удалось держать в узде фашистских боевиков и противостоять давлению НАТО, то тогда у Европы был бы реальный шанс на разрядку, сотрудничество и безвизовые поездки Фредди Фрабишер во всяком случае Путин своей цели добился Никто больше не говорит о Крыме, а если на востоке Украины в ближайшее время установится мир, то он еще и очки наберет Эммануэль Баум так, представитель Украины, бывший президент Леонид Кучма, не мог и не захотел ставить свою подпись под документом вместе с представителями сепаратистов Которых в Киеве рассматривают как Марионе так Москвы Вот из-за таких глупостей эта попытка когда-нибудь провалится Временный особый статус – это лишь инструмент Рано или поздно опять начнут стрелять А вот Крым потеряна всегда Это ясно продемонстрировало строительство моста Дерьгрос и генерал прорыв в украинском кризисе произойдет, только когда Украина предоставит Донбассу независимость Амсариу Уст-6 как часто господин Путин заявлял, что там никогда не было российских войск Какой жалкий ФАРС Семпельминт-2 Москва настаивает на том, чтобы Киев сначала дал Донбассу особый статус Затем были проведены выборы при нынешних властях, а после всего этого Украине получат доступ к границе Это воспринимается как какой-то ФАРС Из этого видно, что Россия не хочет никакого решения Устра Балканист-22 неверно Это российская лояльность и солидарность с тамошним российским населением Диочлетиус-2 на Украине нет российского населения, а только украинское Это так же, как в Австрии есть только австрийское население и нет венгерского, немецкого или российского Если вы думаете, что люди на Донбассе благодарны России за войну с разрушениями, вынужденным бегством людей Несчитой и гибелью 13 тысяч человек, то вам действительно уже не поможешь Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...